Ветеран Северского трубного завода Зоя Маврикиевна-Грызан одна из первых награждена памятной медалью. Её отца Маврикия Карманова в 1943 году призвали на службу в Уральский добровольческий танковый корпус. Ей тогда было 13 лет. Она хорошо помнит, как в Дегтярске вместе с мамой и братом провожали папу на фронт. Сначала они под Москвой, потом формировка, и когда была Орловская дуга, вот они как раз попали туда и готовили. Ну и всё. Вот он участвовал на Орловской дуге, освободил Брянск, а потом получил корпулезное воспаление лёгких, и правая рука была ранена. После лечения Маврикия Иванович Карманов работал в тылу, в листопрокатном цехе Северского металлургического завода. В этот день в Совете ветеранов наградили 13 полевчан. Вручена медаль Делеглазу Валерию Васильевичу. Его папа был в составе этого танкового корпуса. Ну и вручены медали другим товарищам, так скажем, которые занимались поисковой работой. В частности, Царёв Юрий Фёдорович. Он выпустил книгу «Вспомним всех поимённо». Сейчас работает на другой книге. На встрече ветеран Северского трубного завода Юрий Царёв свою первую книгу подарил гостям мероприятия. Рассказал, что в свободное время сейчас активно ведёт работу над следующим изданием. В настоящее время он изучает архивные документы о призыве полевчан на фронт в 1943 году. Поскольку призыв в Уральский добровольский танковый корпус начался с 15 марта, в общем, 15, 17 и где-то 20 марта. Вот три дня и тремя командами. 390, 393, 395. То есть, когда я обработаю полностью то, что у меня есть по 1943 году, то, в общем-то, нам удастся более точно сказать, а сколько же на самом деле было призвано в Уральском добровольческом танковом корпусе. Ну, по-моему, больше 64. Память об Уральском добровольческом танковом корпусе имеет особое значение для жителей Урала и особо чтится. В связи с памятной датой в нашем регионе пройдут торжественные мероприятия. 11 марта в 10 часов в Екатеринбурге состоится возложение цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. На привокзальной площади полевчане тоже примут в этом участие. Вперёд, вперёд, жарыни и метели, бегом за танком, не жалей ноги, шинели длиннополые свистели, кирзовые стучали сапоги, затягивали ватники потуже, бежали в шапках звёздочкой вперёд, четыре года спали без подушек, из котелков кидали что-то в рот. Наталья Вишнева, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.